Три коротких звонка, один длинный. На флагмане Каспийской флотилии, ракетном корабле «Татарстан», этой командой, которая эхом разносится по всем палубам, объявляют тревогу. Водных команд сегодня сразу несколько. Первое – нападение авиации условного противника. По сценарию тренировок его самолеты попытаются атаковать Татарстан прямо в базе. Матросы и старшины бегут к своим боевым постам, мониторы радиолокационных станций пилингуют цель. С командного пункта в рубку поступают первые доклады. Самолет, который не отвечает на запросы Татарстана, сразу попадает в прицелы артиллерии. Вот комендор отрабатывает приказ с командного пункта. Задирает стволы носовых пушек в направлении, откуда появится противник. Еще через пять секунд из шахты поднимаются зенитные ракеты и сразу улавливают воздушный объект. Татарстан сам готов перейти в контратаку и нанести мощный удар, но не только по самолетам, а кораблям и даже береговым объектам противника. Ракетное вооружение – главная огневая мощь Каспийского флагмана. В этих ангарах крылатые ракеты «Уран» – современные и в то же время простые в эксплуатации. «Ракеты отличные, надежные. Дело в том, что конструкторы учли такой момент, что и обучение личного состава на этом комплексе проходит очень легко. Минимум обслуживания, минимум движущихся элементов, из-за этого у них увеличилась надежность». Вот за этим компьютером, который одновременно и действующий элемент «Урана», и тренажер, матросы учатся стрельбе. Но все действия команды точно как при боевой тревоге. Командир отдает приказ открыть огонь. На этом этапе тренировок, конечно же, учебный. Несмотря на то, что на Каспии и Татарстаму нет равных по уровню технического оснащения и вооружению, но и его экипаж регулярно проводит тренировки по борьбе за живучесть. В таких вот отсеках, имитирующих корабельные трюмы, моряки учатся тушить пожары и заделывать пробоины. В бою корабль получил повреждения от кули снарядов. Осколком сорван вентиль в машинном отделении. Мотористы бросаются заделывать прошитые пулеметной очередью переборки, из которых напором бьет вода. На то, чтобы закрыть специальными подушками отверстия, забить деревянные чопики и установить тяжелый упор. Всего две минуты промокнув до нитки, матросы докладывают офицеру – пробоины заделаны, течь устранена. Мы заделали две пробоины, все в целом прошло неплохо, как и планировали. После каждой тренировки разбор полетов. Виртуальные цели в воздухе и корабли условного противника сегодня уничтожены, а мотористы успели спасти машинное отделение от затопления. Командир ставит экипажу оценки. Корабль почти укомплектован военнослуживанием контрактной службы, что позволяет более эффективно решать поставленные задачи, так как личный состав уже не первый месяц на своих должностях находится. И по результатам сегодняшней тренировки личный состав соответствует должному уровню, подготовка личного состава соответствует должному уровню, выполнит поставленные задачи с оценкой на хорошо. У экипажа всего месяц на то, чтобы исправить ошибки, уже на учениях в море добиться абсолютной слаженности действий и оценки отлично. В апреле у Татарстана боевые стрельбы – самый ответственный этап учений. Тимур Абдулаев, Салих Салихов. Время новостей.